ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Собрался весь окрестный люд, не занятый на производстве. А пожарному зелку пришлось порядком попетлять вдоль глухих заборов, чтобы добраться до горящего тыла очень длинного здания. Судя по трубе, именно там, на итальянский манер и готовились все блюда. Пока пожарные расчеты рукава раскатывали, пламя на задворках пиццерии разгоралось с адским остервенением. Двое местных мужиков, судя по одежке очень похожих на разнорабочих, очень деятельно суетились, помогая пожарным. Один из них, тот, что помоложе и половче, не стал дожидаться, пока огнеборцы с приставной лесенкой управятся. Он немедля по забору забрался на крышу соседнего сарая и довольно ловко сбоку пламя отсекал. Сторонние, в смысле, не посторонние вообще, но не вовлеченные в процессу тушки мужики с сердобольными нотками в голосе говорили о погоде. Дескать, хорошо, что пожар не накануне приключился, когда по Махнева гулял сильные ветрищи. Утешение так себе, но при отсутствии иного иногда приходится радоваться и такому почти безветренному обстоятельству. Наши эксперты с пылу-жару углубились в открытые источники, но не смогли точно выяснить, сколько же точек общепита в поселке Махнева. Вероятно, никому в голову не взбрело их пересчитывать. Дескать, местные без того знают, где перекусить, а заещь их, если что, отправят куда надо. Впрочем, нам показались небезынтересными парочка исторических фактов. Во-первых, о том, что бывшая ямская станция на Бабиновском тракте. Здесь ямщики в 17 веке, перевозя Государьеву почту и казенные грузы, меняли лошадей. В середине 19-го насчитывало всего 57 дворов, в которых обитали 169 мужиков и почти две сотни женщин. Нынче в Махнева 3108 душ. И пиццерия, правда, со вчерашнего дня подгоревшая. Во-вторых, видно не зря говорят, что при царизме власть о мужиках особо не заботилась. Ну или заботилась себе не в убыток. В тогдашнем ямском поселке было 4 лавки, 2 торговых, винная и пивная.